Всем доброго времени суток! Я сегодня буду запекать ребрышки свиные в фольге. Для приготовления этого блюда мне потребуется репчатый лук, можно и красный брать, у меня белый обыкновенный, нарезанный полукольцами. Я взяла молодой чеснок, мелко его нарезала и очень люблю использовать в этих случаях смесь перца и плюс соль. Все очень просто, но получается достаточно вкусно. Посолим со всех сторон кусочек мяса. У меня ребра, посмотрите, они получились такие вот мясные очень. Ребер практически здесь нет, если только хорошо просолила. И теперь поперчу по вкусу, кто как любит. И какой перец вы предпочитаете, тоже можете использовать по вашему вкусу. Здесь разные и другие приправы. Я думаю, что сегодня перца будет достаточно, потому что у меня еще и лук и чесночок. Перчим со всех сторон. И теперь чесночком со всех сторон, вот так вот я притрушу. И окончательный штрих, это размещение лука. Мы создаем такую луковую подушку. И помещаю мясо на луковую подушку. Вот такие ароматы уже пошли. Все. Заворачиваю в фольгу и даю возможность немного промариноваться. Ну, где-то около часа оно у меня полезно. Прошло 45 минут. Я оставлю нагреваться духовку. Ориентировочно 170-180 градусов. И выпекаться при такой температуре мясо будет около одного часа. Можно поставить меньшую температуру. Мясо в этом случае получается сочнее, потому что оно томится в пару. И в этом случае немного увеличится время приготовления, где-то до полутора часа. Мясо простояло 50 минут уже. Я достала вот так немного. Разверну тем, чтобы подрумянилось сверху. Еще отправлю минут на 10. Достаю мясо из духовки. Оно готово. Даю возможность остыть. И потом буду уже делать нарезку. Ешку с мяса я слила. И здесь буду запекать в духовке картофель. А мясо уже можно нарезать. Вот такое мясо аппетитное у нас сегодня на обед. Картофель я вымыла. И нарезала вот такими вот кусочками. Посолю по вкусу. И добавлю немного прованских трав. Все это теперь перемешаю. И помещаю в жидкость, которую слила с мясом. Таким вот образом. Перемешиваю здесь. Добавлю граммов 50 сливочного масла. И отправляю в духовку. Запекать буду при температуре 150 градусов. Ориентировочно где-то, наверное, около часа. Картошка простояла в духовке 1 час 10 минут. Вот она уже готова. Мы садимся ужинать. А с вами на этом прощаемся. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!